всем привет с байерса что посмотрим что происходит с биточком скриптой ну что мы видим ребята рынок преимущественно зеленый у меня вообще просто джекпот все 12 сделок все в плюсе на байбите собственно 8 сделок на байбите вот вы видите на экране и 4 сделки на битгете тоже на битгете инверсная маржа bitcoin bitcoin кэш лайткоин чейн линк я добавил еще на 100 линков взял тысячу линков еще контрактов вернее и на байбите соответственно тоже все те же bitcoin аудио бедао бедао практически разгруженный там осталось 1 6 часть поза если вы помните 30 тысяч контрактов была поза профит забран дэш дот эфир classic эфир обычный форкнутый и мана мана кстати очень хорошо об этом я вам сейчас покажу буквально через пару минут очень классно разложил товарищ дэн с канала chart guys собственно что сейчас делать именно для трейдеров для локальных трейдеров не просто туза муниров там или шартистов тоже как бы два варианта события он разложил и как правильно войти в сделку куда поставить стоп лосс поэтому если вам интересно обязательно ввалите лайк подпишитесь на наш канал и на канал дэна chart guys тоже если вы понимаете английский ссылка будет в описании собственно смотрим всем привет сейчас быстро заценим что произошло по рынку вот мы видим тут хорошо неплохо отскочили монеты метавселенных типа мана сэнд серьезными объемами подтверждающие дневной uptrend и подтверждающие вот эти некие быстрые небольшие головы и плечи и потенциальные недельные отскоки и так какие трейды мы можем рассмотреть ближайшее время это зависит конечно же от вашего стиля торговли некоторые будут пробовать играть отскоки например на вот этой четырехчасовой консолидации вы можете быть заинтересованными торговать отскок и также вы можете смотреть на 15-минутные перепроданные состояния на RSI и мы знаем что когда будет сильнейшее движение то 15-минутный анализ поможет поймать четырехчасовой повышающийся low и здесь быки могут смотреть двумя разными способами как зайти в сделку если я жду дневную консолидацию то я смотрю на другой таймфрейм давайте скажем четырехчасовик я заинтересован в четырехчасовом повышающимся минимуме и смотрю на 15-минутные перепроданные состояния и могу здесь расположить какие-то ведра два-три ведра как вариант отложенной заявки если мы туда в такую перепроданную зону упадем то они исполнятся и мне нальют и мой стоп лосс если мне заполнить все эти ведра должен быть мой стоп лосс будет вот здесь типа на доллар которым я могу рисковать то есть тут конечно опять же зависит от размера позиции из которой готов ли я выйти по стопу короче это один стиль некоторые не любят догружаться и усредняться поэтому они лучше подождут сразу конкретного отката и увидят 15-минутный отскок допустим и скажут окей вот где должно быть у нас четырехчасовое повышающее дно и я попробую зайти вот в следующий 15-минутной консолидации следующем повышающимся лоу и там уже будет тоже короткий стоп понятный риск вот собственно два варианта как можно отыграть бычий отскок сейчас на этих таймфреймах вот зачем буду наблюдать на эти выходные и как мы с вами видим сэнд мана достаточно сильные сейчас имена но другие тоже достаточно сильные просто эти самые сильные за последние там 24 часа так что давайте скажем что я не хочу лонговать не хочу отскок я хочу сыграть шорт по медвежье то я буду ждать индикации того что это локальная вершина то есть мы можем пойти на 15-минутный таймфрейм на мана и увидим здесь вот эту локальную вершину объем и RSI достаточно перепроданный да мы видим повышающийся лоу и все еще сильную поддержку все равно мы здесь хотим сказать что это локальная вершина или я не прав поэтому и в таком случае на вот этом отскоке я начинаю набирать некоторые позиции ставя стоп лосс за предыдущий локальный хай и даже лучше чуть-чуть подальше потому что как вы знаете иногда на вот эти мельчайшие значения в пунктах стопа и выбивают посмотрите если вы здесь поставили стоп на 3584 то вот здесь вам его и вынесли так что вот такие два трейдер два стиля трейдинга один это плавная загрузка плавная разгрузка и второй вы поняли залетаем на отскоки и выходим и они дают в принципе разные соотношения риск прибыли и также дают разные возможности быть выбитыми сделки ну короче если вы играете с меньшим риском то у вас и меньшая награда будет по итогу чуваки так что вот как я сейчас вижу рынок на разных таймфреймах на разных разных кондициях но в целом я вижу что быки сейчас переобладают и также конечно поглядываю за потенциальными вот такими вот разворотными свечами если хочу пошортить и также нужно конечно же отдаляться и смотреть на дневной таймфрейм мы сейчас видим что нас попер дневной таймфрейм некоторые имена например атом мы видим некую попытку бычьего флага и мы уже вплотную подбираемся к предыдущему уровню сопротивления 10 часов 4 и скорее всего их выбьем и тут есть еще с чем поработать может быть немного консолидации но в целом у нас есть подтвержденный четырехчасовой аптренд и дневной бычий флаг и опять же это все зависит конечно же от того пробьет ли биткоин 17 тысяч долларов и попрет выше или нет ближайшие недели но в целом вот такая тема и еще и тоже выглядит интересно похоже на недельный слом тренда вот здесь который может сейчас произойти если мы подтвердим повышающийся максимум и да или мы все-таки поставим опять повышающийся минимум и будем и пойдем более скучно в бок это тоже возможно поэтому тут надо смотреть за дневным графиком потому что если мы не сможем пробить 420 по Эйпу это будет конечно недельный сужающийся боковик подтвержден подтверждение недельного сужающегося боковика а вот если мы пробьем 420 то там 458 следующий сопротивление по Эйпу если кто-нибудь торгует вообще этим щитком в общем ребята да и в целом как я говорю да что сейчас по рынку еще много чего может произойти зачем мы будем наблюдать с вами ближайшие дни и если вы посмотрите на объемы на этом Эйпе на часовом таймфрейме то я вижу что бычья попытка сейчас происходит и по мана и сэнду то же самое это было вот сейчас коррекция небольшая это было очень сильное быстрое такое движение на 12 часов примерно короче говоря ребят ракета но будьте осторожны и сохраняйте бдительность потому что многие имена вы увидите по ним повышающиеся лаи но все равно это будут лаи так что конечно краткосрочный бычий импульс происходит но держите в голове что в долгосроке еще дофига с чем работать поэтому чуваки пишите комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на dns chart guys например так друзья ну вот такой собственно расклад у меня на этом что на этом видео на самом деле наверное все по сделкам я планирую их еще держать планирую провести стрим завтра большой стрим выходного дня прямой эфириум где мы подведем итоги конкурса розыгрыша у нас был розыгрыш кто не знает вот это видео под ним вы все еще можете успеть оставить комментарий с хэштегом хочу приз и соответственно получить приз в крипте завтра будем подводить итоги конкурса и всех наступающим рождеством всем профит ролей торгуйте аккуратно не ведитесь на фат следуйте своей стратегии все ссылки в описании с вами был гринит криптокомнатс подписаться к нам в телегу обязательно ставьте лайк и до встречи пока